О, вот так вот, видишь, опустите его. Обманули меня или не обманули? Я лично не доверяю никому. Это не врет. Бывших разведчиков не бывает. Второй раз слышу. Если ты будешь верить всему подряд, ты очень часто будешь попадать на деньги, в сложные ситуации будешь попадать. Да, поедем, поедем в Венецию. Здравствуйте, друзья. Я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Ребята, у нас сегодня такая тема видео. Знаете, вот я на своем личном опыте прокидала его. Вот прокидала его. Вот меня реально чуть только что не кинули на нормальную такую саму денег. Причем Наташа мне еще даже ничего не рассказала. Вот сейчас, говорит, я тебе сейчас расскажу прямо и тебе, и нашим зрителям. Да, да, да. И вам. Мне все равно очень интересно, что произошло. И еще мы зайдем перекусить. Ну, я голодная, потому что сюда я только там кефирчика выпила. В одной эксклюзивной, интересной, как мне показалось, место в Киеве. Мы еще там не были. И я голодная. Ну, прекрасно. Ты что, сейчас поговорим, потом покушаем. Да, да, да. А вы для начала подпишитесь, поставьте лайки. Видео у нас выходит в понедельник и четверг. Ну, рассказывай. Как тебя? Кинули или не кинули? Значит, кто смотрит постоянно наш канал, знает, что моя мама из села Сдвижевка, Бучанского района. Мы туда ездили. Вот после того, как освободили, там была оккупация. И там есть дом. Дом, который раньше был моей бабушке. Вот потом бабушка умерла, и она оставила этот дом пополам моей маме и тете, ее родной сестре. И там есть земля. Земли немало. Да, огромный участок земли. Земли где-то маме по наследству отошло 23 сотки, по-моему, или 22. Ну, в общем, короче, 22 и 23 сотки. Ну, в общем, такой нормальный участок земли. Но все дело в чем, что эта земля не оформлена до конца. Не оформлена, что называется, налыжным чином, подобающим образом. Потому что этим занималась раньше моя мама еще, когда тетя была жива. И до конца это не оформила. Вот. И у меня задача какая стояла? Просто оформить вот этот вот дом. Потому что у мамы и так одна вторая, но тетя умерла. Тетина вот наследство. И земельный участок вот этот вот. Ну, и, в общем, короче, я в интернете нашла бесплатную юридическую помощь. Просто в интернете. Позвонила туда. И потом, спустя какое-то время, оставила заявку. Спустя какое-то время, значит, мне позвонила очень любезная девушка. Сказала, где они находятся. Сказала, как туда проехать. Записала меня. Записала меня на удобное мне время. Ну, что, знаете, удивило, ну вот, когда тебя записывают и спрашивают, типа, а во сколько вам удобно? И давайте я вам расскажу маршрут, как ехать. Мало того, мне даже прислали видео. Ну, чтобы, не дай бог, ты не передумала и... Видео, как туда зайти. Я получила это видео, как туда зайти, и приехала. Все замечательно. Просто по этому видео зашла. Обратила внимание на маленький нюанс. Там такие офисы. Там на первом этаже, на втором этаже, на третьем этаже. Кто расположил фирму, я называть не буду, потому что я не уверена, что это мошенники. Вот не уверена. Подозрения. Есть подозрения, да-да-да. И я обратила внимание, что вот на этой вот вывеске, там, где какая фирма, на каком этаже, этой фирмы нет. Значит, я зашла. Зашла в этот офис. Пришел юрист. Ждать его не нужно было. Просто отдельный кабинет. Вот я приехала с мамой, потому что она, типа, наследница и все такое. Пришел еще какой-то стажер, который стоял в углу и слушал это все. Кофе, чай тебе не предлагали? Нет, нет. Этого не предлагали. Вот. И значит, а я знаю, что у меня ситуация сложная. В каком смысле? Что у нас военное положение, и вот закончить оформление земельного участка, это достаточно такая сложная история сейчас. То есть это может довести до какого-то этапа, но до конца завершить это невозможно. Потому что мы там советовали, если у нас с Оксаной есть юрист, которая, ну, которая живет в Буче, Таня ее знает. Вот мы с ней ездили в Ирпень. Ну и Оксане я доверяю, конечно, на 100%, она говорила, что дело непростое. Здесь человек начинает рассказывать, что дело все очень простое, что оно практически все уже оформлено, разглядывает документы. И, значит, это все вместе стоит 10 тысяч гривен. Для сбора документов, для похода в ЦНАП, чтобы это все оформить, чтобы это все занести в реестр и все такое. Но такая штука. Вдруг оказывается, что деньги нужно заплатить сейчас все. Прямо вот достать из карты, или картой, да. Но я думаю, блин, в Венецию скоро ехать. Кстати, ребята, кто еще с нами хочет поехать в Венецию и не знает об этом, то присоединяйтесь. Да. Время, наверное, еще есть. Да, 29 марта мы выезжаем. Из Львова. А вот 28 вечера мы из Киева во Львов поездом. Да. Это в районе 170 евро стоит с тремя экскурсиями, даже больше. Там две экскурсии бесплатные, а две дополнительно оплачиваются. Все вместе. Это около 170 евро. Это четыре дня, два дня в Венеции. И в это входит отель, завтрак в отеле, переезд, и две экскурсии. А за две нужно купить. Да. И едем мы, между прочим, на Пасху, на католическую. Под видео ставим телефончик, вот турфирмы. Кстати, еще про турфирму расскажу. Вот отличие турфирмы от вот этой вот юридической компании. И деньги нужно заплатить все и сейчас. 10 тысяч гривен. Я думаю, ну на кредитной карточке, ладно. И такой соблазн, знаешь, вот отдать документы и ни о чем не думать. Да. А он тебе уверил, что все как бы... Ну да. Окей, все сделает, да. Давайте деньги и отдыхайте. И что на мой запрос, допустим, если я куда-то подаю запрос, чтобы мне дали какой-то документ, обязанный ответить там в течение 30 дней, а если он как юриста, в течение пяти дней. Ну то есть, обнадеживаешь, что это будет быстрее, удобнее, выгоднее. При том, что раньше я консультировалась с юристами, мне называли сумму от 15 тысяч. А тут вроде бы и недорого только. Но сразу. Но сразу. Но все. И все. Да. Так от чего ты, у тебя подозрения из-за чего возникли? Короче, когда он пошел за договором, я уже полезла в Privat24, я уже полезла в личный кабинет смотреть, типа, есть ли точно у меня деньги на кредитке, открыт ли у меня кредитный лимит и все такое. И я полезла, значит, туда, а потом думаю, а он пошел уже за договором. И думаю, дай почитаю отзывы. Ребята, туристическая привычка. Как бы тебе не нравился отель, как бы тебе не нравился, там, допустим, тур, идешь и читаешь отзывы. И когда 90% отзывов мошенники, типа, такое, кидалово, кидалово, да, вот такое. Но в основном про Одессу пишут. Я про Киев, я про это, и эту юридическую компанию не называю, я не уверена на 100%. но деньги сразу. В табличке в офисе нет этой компании. Вот у меня складываются отзывы. Я смотрю, что мебель новая, что арендует недавно. Вспоминаю истории, опять-таки, про турфирмы однодневки, которые собирали с людей деньги, выдавали турку тюрки, а потом исчезали. Вот как это все выглядело. Он еще приносит договор, начинает обляпать печати. Я говорю, ой, вы знаете, у меня сейчас нет денег. Мне не хватает просто. Он говорит, давайте сколько есть или нет? Нет, нет. Он так расстроился, Таня. Он так расстроился, что даже не попрощался. Он сгребался документ вместе с этим, со своим ассистентом. Я перестала улыбаться. Вообще. Он тут же умелся, тут же исчез. Я говорю, давайте, я возьму ваш телефон, я еще подумаю. Вы знаете, вот пришла домой и стала анализировать ситуацию. Вот действительно, обманули меня или не обманули. Стала вспоминать все, что я видела. Вот какие-то такие мелкие детали. Зашла на ресепшн. Просто деревянная стойка, сидит девочка лет 18-19, и компьютера никакого нет. Зашел юрист, тоже компьютера, ни одного я не видела в офисе. Но вот это вот странная такая штука, мне показалось. Отзывы об этой конторе, почему мы не называем, что это за контора, потому что из Киева сеня. потому что отзывы о киевской конторе положительные, но они могли быть заказные. А вот отзывы об одесской конторе, это, конечно, трэш. И главное, что ни одного компьютера. Вот как, может, юрист, ему же нужны данные из реестра в недвижимости. Ну вот подавали или не подавали или наследство. Ну как он это определяет без компьютера? Просто какая-то там большая цитратка. Все. Ну, я думаю, что это все-таки есть у меня такое подозрение. Да, Сеня? Обман. Ну, все больше и больше прихожу к этому выводу. Сеня! Вот едем мы в Венецию. И вот у нас есть... Ну, короче, была возможность у нас за одного туриста оплатить полностью тур целиком. Потому что там нужно сначала платить предоплату 25 евро, такие правила, а за 10 дней весь тур оплатить. Полностью все вот эти вот 164 евро. Вот. И я говорю, что вот человек хочет оплатить полностью. На что мне Александр телефончик оставим под видео говорит, типа, не, ну вы знаете, до кентябера с ним мало ли, что мы же буты. Ну, да, война все это. Да, да, да. Война. И он говорит, нет, давайте лучше предоплату, а полную оплату потом. Уже за 10 дней, чтобы деньги много не возвращать. И я сопоставляю это с вот этим дядей. Который, давайте быстренько все деньги. Да. И идите лесом. Сейчас, сейчас. Вот сейчас, всю секунду, да. Не завтра, не через три дня, понимаешь? Ну, вообще, это очень странно. Мог бы сказать, действительно, ну, давайте сейчас сколько есть, там, потом перекинете, там, мне на карту, там, завтра или там... Таня, когда клиент тепленький, его нужно сразу. Не, ну, если бы ты хотя бы половину отдала, допустим. Ну, да. Это действительно очень подозрительно. Ну, подозрительно. И очень быстро человек умелся. Я вам хочу сказать, что вот похожие офисы, бесплатно, юридичная допомога, сейчас появляются по всему Киеву. Я проведу разведку боем, я знаю, где еще в одном месте. И сделаю то же самое, чтобы понять, это схема Кидалова или вот просто, ну, бывает, знаешь, долго люди тянут, там, кажется человеку, что он заплатил деньги, это должен быть быстрый результат. Может быть, это действительно длительный процесс. Вот в связи с войной, ну, ты же хочешь все-таки знать, знаешь, как на фронте, ты же понимаешь, что наши могут там не все говорить. Вот почему многие у нас не смотрят телемарафон. Потому что с контрнаступом летним. Перестают доверять. Народ у нас подозрительный. Как я. Я типичный представитель украинского народа, хочу сказать. Ну, реально. Типичный представитель. Вот. И вот почему люди перестают доверять и почему, вот допустим, я, вот что касается меня, вот почему я читаю Z-каналы. Да, ребята, я читаю Z-каналы. Вот мы сейчас, Таня, вот Анька, а я тебя уже спрашивала. Кстати, посмотрите, досмотрите это видео до конца, мы покажем театр. Мы работаем в театре с Наташей. Да. И кто у нас из театра кого смотрит? Блогеры, телевидение, ну вот в принципе. Да, новости, вот новости про войну. Я хочу сказать, что я лично не доверяю никому. Поэтому я читаю и ту сторону, и эту. что я смотрю с проукраинской стороны. Во-первых, я больше смотрю российских блогеров, которые на нашей стороне, чем наших. Я смотрю Фейгина, конечно. Я смотрю Майкла Наки, потому что он очень такой проукраинский, он за Украину, но он все равно делает свои выводы на основании пруфов, ну, видео, подтвержденных, верифицированных, геолоцированных, съемок. Потом из наших еще смотрю Березовца, смотрю Портникова, он там больше политическая аналитика, и Z-каналов. Я читаю регулярно. Два майора, я читаю Флайтер-бомбер. Флайтер-бомбер это Z-канал, который освещает, ну, грубо говоря, самолеты, вертолеты, вот это вот все. Воздушные войска. Воздушные войска. Да, 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 да. И то есть, если наши там пишут, что сбили самолет, я лезу на Флайтер-бомбер, есть ли у них там типа царство небесное, типа нашим ребятам, типа вечного полета. Есть ли у них там это или нет. Вот. И таким образом я перепроверяю, конечно. Потом еще Пригожина канал, я все абсолютно читала, я смотрела практически все видео Пригожина. Не все голосовые, которые он записывал, но видео я его смотрела. Все почему? Потому что не хочется быть обманутым. Потому что вот Наташа еще когда в начале войны любила смотреть Арестовича, вот он вообще, конечно, да. И сейчас очень обижена. Обманутым, в смысле, мне тоже обижена, но зачарованно, скажем так. Я не то что, ну как бы, многие тогда хотели верить, но вообще я не понимаю, я ж до этого не сильно интересовалась политика, я вообще не понимаю, как украинцы всерьез, особенно, которые интересуются, ну, интересовались политикой, да, как это видео прошло мимо них. Вот это вот, в январе, когда говорил Арестович, который хорошо знал, в чем дело. Январе уже 22-го года. Да, 22-го года. Я не ею страшное российское настроение. Если я ошибусь, я честно скажу, я ошибся и пойду на фронт. Уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Меньше слушайте эту дурь про кровь и про там страшное оборудование, все, что нам сообщают CNN, и Вашингтон посты и так далее. Не слушайте российскую пропаганду, что и эту не надо слушать и эту. Сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение? Две-три недели. Она закончится в течение двух-трех недель. Две недельки, две недельки. Можем недели-две, потом две недели, внимание, недели через две-три. Потом через время еще Березовца, посмотрите, что думает обо всем. Это военное, понимаете? Мнение многих украинских военных, которые с удовольствием пообщались бы с Алексеем Арестовичем, но вот беда до фронта, он никогда так и не доехал. Серьезное юридическое основание для возбуждения против себя уголовных дел. Впрочем, не особо рассчитывает в ближайшее время вернуться в Украину. Еще раз повторю, если он сюда вернется, эта встреча ему может очень и очень сильно не понравиться. Сейчас же нам из России очень многие пишут, типа, вот ваш Арестович, вот вы почитаете, что он говорит, ребята, он врал нам, теперь пускай вернет вам. Смотрите, вот теперь сами. Хватит, наелись, вот так. Да, обманутым быть никто не хочет. ну, некоторые хотят. Ну, я вот, честно говоря, смотрю редко и мало что, но у меня есть Наташа. Наташа смотрит. Человек очень подозрительный. Наташи я доверяю, и она мне потом рассказывает. Я как человек подозрительный, недоверчивый. А все почему? Если ты в прошлом, ну, да и не только в прошлом, да и в настоящем, я надеюсь, и в будущем, самостоятельный путешественник, если ты будешь верить всему подряд, ты очень часто будешь попадать на деньги, в сложные ситуации будешь попадать. Если ты 38 тысяч раз не перепроверишь это все, не перечитаешь тучу отзывов, если ты расписание транспорта, авиакомпании, онлайн-регистрация, регистрация в аэропорту, ты на каждом шагу будешь попадать на деньги, на каждом шагу. Качество отеля, условия бронирования на букинге, захотел ты отменить, а там неотменяемый еще тариф, понимаешь? Вот поэтому у меня привычка все перепроверять, потому что это привычка от чего? Потому что можно лишиться своих денег и потом оказаться в чужой стране просто, знаешь? Без денег. Без денег, знаешь, неожиданная какая-то плата, о которой ты не знал, не читал, забыл тебя, обманули, но это же свои проблемы. Оплатить все равно придется. Ну а по поводу новостей и военных новостей, то тут еще пострашнее даже, чем лишиться денег. Это твоя жизнь, твоя безопасность. Конечно. И поэтому, ну конечно, я проверяю вот из многих источников. Я считаю, что в этом ничего такого нет. Нет, ты молодец. Но надо иметь еще крепкие нервы, чтобы это все, потому что я иногда еще комментарии читаю на ЗД-каналах. Вот это конечно крепкие нервы нужно иметь. Это серьезно. Я действительно, почему все это и редко смотрю и читаю, потому что вот я начинаю сильно нервничать, честно говоря. Я начинаю нервничать, расстраиваться, вот как-то, я вот как-то... Таня, после того, что нам пишут о нашем канале, оно не сильно отличается, знаешь, от ЗД-каналах. А я даже какие-то гадости не читаю, что и нам пишут. Ну я вынуждена читать, потому что я это все вынуждена как-то чистить, потому что оскорбление... У нас это теперь традиция будет. Такие самые колоритные будем показывать. Ну не все нас прямо все подряд оскорбляют, вот к нам вот... Нет, ну не все. Только вот встретились, к нам вот подошла девушка и... поблагодарила. поблагодарила, сказала, что мы делаем хорошее дело. Министерство чебуреков. Таня, пошли в Министерство чебуреков. Заходи. Как резво побежала. Доброго дня. Можно до вас? Туда за великий столик? Ну, просто влях в акции. то можно, пішли. Полно людей. Ага. Ну не по кьюар-коду. По кьюар-коду? По кьюар-коду. Ага. Так. У нас есть говяжина, баранина, томат, халапенья, курица, чадар, индюшка, грибы, брынза, песта, вяленые томаты, картошка, соусы, наверное, королевские кривитки. Прелесть. Камбуча е классичная яблокогроша. А давайте. Яблокогроша. Да, вангкор. Камбуча. Интересно мне стало. Что это такое? А ты? Ну давайте имені камбучу. Так у саму? Чи классичную? Классичную. И холодную. Каждый подает, кричит, один сферинзе, с куркой, солодки с вишнем. Камбуча елокогроша, не холодная, и камбуча классичная холодная. То мы читаем. Добрый, дякую. Добрый, дякую. Дякую. У нас камбуча. Я, кстати, никогда не пробовала. Я тоже никогда не пробовала. Продается везде. Это просто до нас не дошло. Ну давай за нос. А ну алкогольное, безалкогольное? Безалкогольное. Ну алкогольного нет, я добавила. Трохи считаете, бережно натискаете, только руками. Он очень горячий, поэтому бережно. И с вами только кусочком, где до солнца будет дейти. Дякую. О, вот так вот. Видишь, отпустите его. У меня с брынзой, с соусом песта, с томатами. Офигенно вкусно. Да? Угу. Вот еще. Офигенно вкусно. Он очень горячий, действительно. Так вот, с этими перчаточками, это круто, да? Потому что... Ммм. Прелесть. Пробую. А у тебя с чем? С курицей или с бараниной? С курицей и сыром чеддер. Ну как? С кучей, ну, не сетюшкой, вкуснятистка. Обалденно, да. Мой стоит 135 гривен, а твой сколько? 145. 145. С лучком, да? Он маринованный. С маринованным луком, да? Обалденно. Угу. В общем, ребят, они надурили, очень вкусно. Даже приятно удивили. Здесь всегда очень вкусно и очень этот чебурек отличается от такого, уличного чебурека. Я уже, конечно, давно их там не ела на улице чебуреков, но вот очень отличается. Тончайшее, вкуснющее тесто, очень вкусная начинка и сладкие, очень вкусные. Я вот сладкого не хотела, но Наташа со мной поделилась с вишнями. Вообще просто отличная еда. И соусы такие приятные, знаете, как йогуртовый соус, и лучок этот маринованный. Ну, просто вот как в хорошем, дорогом ресторане. Просто, ну, вот если в Абхуале, там хороший, дорогой ресторан. Ну, просто очень приятно. Приходите, это улица Бассейная 9? Да, да. Да, вот рядом с Крещатиком очень такое уютное, полно людей. Там, кстати, вот рядом есть еще министерство шаурмы, я так понимаю, что та же сеть, но там почему-то пусто. Вообще ни одного человека. Хотя меня так заинтересовало, ну, не сейчас, конечно, там шаурма от министерства. Ну, кое о чем говорит. Опять-таки, знаешь, туристический опыт. Да, если тут все места занят, а там почему-то пусто. Да, если людей мало, значит, или дорого, или невкусно, или то и другое вместе. Еще хочу сказать, вот знаете, я пока вот это вот ездила по юристам, которые норовят денег вперед взять всех, я попала на метро Лукьяновскую. Ну, я, конечно, честно говоря, я же не видела, как это все выглядит после прилетов. И один выход на метро Лукьяновской закрыт. Ну, и так, конечно, походся нормально. Ну, туда очень часто прилетало. И еще знаешь, что я увидела? Что вот жилой дом, а вот прям перед жилым домом строится вот как такое, как бы я сказала, укрытие. Вот как такое убежище из больших бетонных блоков, вот именно такое помещение под землей. Ну, естественно, показывать мы этого не будем. Потому что, это лишнее, мне так кажется. Не отвлечешься от войны никак, никаким образом. Ну, в общем, ребята, пойдем мы сейчас в театр и послушайте, кого смотрят наши коллеги. Да-да-да. Смотрят ли они телемарафон? Кстати, граждане Российской Федерации, перестаньте писать, что у нас один или два канала. Ну, это глупость или матья полная абсолютно. У нас много телеканалов, просто есть такой формат, который называется «Едыни, но выны», и там сотрудники из разных телекомпаний вместе делают сообща вот такой вот контент. Ну, это совершенно не значит, что у нас нет канала Суспильная, Пятого канала, Украина-24. Да, у нас полно и новостных каналов в том числе, и оппозиционных каналов в том числе. Не, ну, если, конечно, считать оппозиционными каналами те, которые призывают убивать украинцев, конечно. Ну, таких нет. Да, за деньги налогоплательщиков за наши станки, чтобы нас убивать и пропагандировать, это, конечно, таких нет. А оппозиционных каналов балом. Ну, я, кстати, не могу сказать, что я не смотрю телемарафоны. Ну, я не то, что прямо сижу и смотрю, но я по утрам, когда куда-то собираюсь, я просто включаю и слушаю новости какие-то. То есть я могу сказать, что я смотрю, только что можно сказать, что я смотрю телемарафоны все-таки. Я редко очень смотрю. Давайте послушаем, что смотрят, кому доверяют и что думают об этом наши коллеги в нашем театре. Танечка, вот кого ты смотришь? Вот когда хочешь узнать про ситуацию в стране, кого ты смотришь? Просматриваю телеграм-канал. А, вот какие-то нет. А Арестовича смотришь? Давно. Время не на мае. А вообще? Давно. Ну, смотрела. Я раньше смотрела Арестовича. А сейчас? Время не на мае. Как-то так оно получается. Ну, а ты в курсе, что он говорит сейчас? Сейчас нет. Ну, наверное, хорошо. А ты, Настя? А я тебя слушаю. Я прихожу, и тут все новости. Просто можно вообще ничего не смотреть, не читать. Мы же новости не рассказываем. Ну, а что тут на работе ходишь, там кто-то скажет, там, думаю, что, ого, сколько всего нового. Ну, и тоже телеграм-каналы, а так, в принципе, я не смотрю ютуб-каналы. Берегу нервы, наверное. В театре драмы и комедии можно все узнать. Всю информацию. Телемарафон. Иногда Фейгина. То есть, ты смотришь новости на телемарафоне, да? Ну, честно говоря, да. У меня просто не всегда есть время прямо так вот сидеть и смотреть. Вот иногда Фейгина. Ну, вот, Гордеева люблю посмотреть. Ну, сейчас вот, к сожалению, она уже прекращает свои видео. А почему? А там запрещают рекламу типа у нее же статус иноагента и запрещают им рекламу. Я так понимаю, что ей это просто, мягко сказать, невыгодно. Телеграм-канала не смотрю. А на Ютьюбе что-то смотришь? Смотрю новости последние. Иногда интересно что-то по искусству, что-то, или путешествия. У меня нет такого, чтобы я села и что-то выбирала. А именно политика о войне? Политику о войне смотрю, о новостях каких-то военных, что там случилось. Фейгина иногда смотрю, иногда Курбалову смотрю, Светанов смотрю, других каких-то смотрю. у меня такой у меня хаотический просмотр. Ну, хаотический, но в принципе как все. Люблю путешествия 4D. Очень. Я расслабляюсь и иду где-нибудь по какому-нибудь позитано. К морю спускаюсь. То есть все-таки путешествия, видеопутешествия нужны? Да, ты что? Это мне когда в истерическом состоянии подружки Ленке позвонила, она говорит, посмотри, она именно позитано мне что-то посмотри, позитано 4D. И я включила сначала, думаю, что-то непонятно. А потом как будто бы я сама иду. Иду тихо. У нас же есть тоже на нашем канале видео позитано, знаешь? Да, конечно. И Соренто есть, и позитано, и капри есть. Очень интересно. И теперь что посмотришь? Смотришь, что прелесть. Идешь, там смотришь по магазинчикам, люди, где ты лениво, так чешешь полчаса к морю. А ты у сына, у тебя же сына фронтис, спрашиваешь там что-то вот как-то? Или он не рассказывает? Ничего не говорит. Ничего не говорит? Я не знаю, ничего говорит. Ну, они все так говорят, ничего не говорят. Еще говорят, типа, гражданским не обязательно это знать. Нет, он этого не говорит, он говорит, я не знаю, работаем. Все. Да я не расспрошу, я знаю, что это нельзя. Что я буду задавать праздные вопросы. Что тяжело, и так все знают. Слава, а что ты смотришь вот из новостей, вот если ты хочешь узнать новости? Ну, в основном Свитан с Гаврищаком. Хороший парень. Кто там? Они говорят, Гаврищак хороший парень. Так не смотрит, не смотрит, а знает. Ты россияне дивишься, Майкл, Накин, не дивишься, Фейгин, не дивишься. Накин, Фейгин, так. Ну, зараз Шейтельман сказал, что он уже наш, украинец, то Шейтельмана дивлюсь. А что про Арестовича скажешь? Он с самого начала таки бывшие? Не, ну, это уже сторинка, это уже история. То есть, это немного позорная история. кто его знает. Разберемся, так же, когда сказали про Штирлица, что Падлюка, а прошло, сколько там, 30 лет после войны сняли фильм и сказали, что, выявляется, Штирлиц, это был Ирсаев, или как его там, а вот, який еще из первой святой войны сидит в Немечине. Тобто, кто его знает, тут... А я, кстати, сегодня уже второе мнение такое слышу, что Арестович такое, что бывших разведчиков не бывает. Второе раз слышу в театре. Через 20-30 лет в театре. Деякі архивы Великой Другое святой войны не открыты, потому что я там 50-75 роков. Тобто, досі есть какие-то агенты, есть какие-то схемы, есть какие-то структуры, которые досі не можно раскрывать. Юрия Швеца и... что еще смотрю? Святана. И что? Да. А телеграм-каналы какие-то читаете? Нет, телеграм-каналы не читаю. Не читаете? Нет. Вот это вот и все, да? Да. Из новостей? Да. Понятно. А телемарафон? Смотрите. Иногда. И когда я захожу на кухню, она все время идет. Понятно. Спасибо. Телевизор не пробовал выключать? Нет. Пусть губнит. Стерненка, украинская правда. О, я Стерненка тоже смотрю. Главное, не единственный телемарафон. Не смотришь? Нет. Не доверяешь? Нет. Таня говорит, что она никогда такой красивой не была. Нет, может, когда ты и была, но давно. Как война началась, так точно. Танечка мне новую приведет. Стерненка в нишу, Танец. У меня красиво. Новую прическу у нее. Сама на себя любуюсь. Любую. Предписанная. Не знаю. Это я. Собственной персоной. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. Я буду так выглядеть теперь каждый день. Но это уже дело, конечно. Она не врет. Но на этот спектакль постараюсь так выглядеть. Вот. Спасибо Танюшечке, нашему гримеру, нашему чудесному. Сёточка, а кого вы смотрите? Если вам нужны новости или там ситуация на фронте, кого вы смотрите? Я смотрю новости, потом смотрю Ванечку и... Кто такой Ванечка? Телеграм-канал Николаевский Ванек, что ли? Да. А, я его тоже читаю. Телеграм-канал. Ну так там же в основном, что летит, куда летит. Ну да. Ну да, это важно. А так смотрю новости. Чаще делаю паузу, чтобы не смотреть, потому что если работаешь и смотришь, очень сложно. Но просто даже не смотря, ты всё ощущаешь просто вот своим позвоночником каждую секунду. И себя немножко иногда защищаешь, чтобы не слушать, потому что боль раздирает. И обида от того, что как бы мы не видим перспективы, которые мы должны... То есть мы знаем, она будет обязательно. Мы обязательно победим. Иначе никак невозможно. Но от того, что так долго тянется, так долго и так много уже смертей вокруг и почти уже каждую семью только... Коснулось. Коснулось. Это ужасно. Это просто ужасно. Это дуже погано, что творится зараз. И больше всего я хвилюю себя не за себя. Я прожила очень хорошая жизнь, счастливая жизнь. А я очень турбую себя за своих детей, а больше всего за внуков, за свои будущие Украины. Это больше всего. Я турбую себя за это. У меня есть телеграм-канал Андрія Саплієнко. Он очень плавно подает всю информацию. Ну и все-таки я смотрю общественные, как их не критикуют, эти единственные новины. Но я все равно люблю себя. Я не знаю, почему. Я смотрю и это, и альтернативное, и дополнительное. А Ази-канали не читаешь? Или я одна читаю? Можем. Нет, я не читаю. Я читаю. Я читаю. Ну, Наталочка, у каждого своя, знаешь, это специфично. Нет, это не специфично. Мне про них и так уже все понятно. Я забываю в Гугле то, что мне нужно. И что? Что открывается, то я не читаю. Да? Вот такая людина. Ненавижу телевизор, телемарафон и все інше. Извините. А Ютуб? Нет, ну говори какие-то. Нет, Ютуб так. А кого ты дивишься на Ютубе? Я дивлюсь те, что дивится Сережа. А Сережа в нас? А Сережа в нас боится, Сережа в нас воюет. Это человек. Это муж, да. Да, это историй. И поэтому он дивился, ну, дивился бы их целодобово, как бы не я. А я так только поддивляюсь. Знаешь. Так. Сережа зараз на фронте. Сережа мне рассказывает новины. Я надеюсь. А, понятно. У меня новины Сережа. Понятно. А он рассказывает тебе, как на фронте, или что? Или что? Или что? Нет, рассказывает. Да? Да. Иногда взрывается и даже показывает фотографии. я прошу цего интервью. А ты не хотела бы знать? Нет? Нет. Нет, хорошую историю хотела бы знать. Да. Ну, такая людина. Я не могу доведеться на плохое. У меня маленькая дитина. Я хочу что-то транслировать ей. А что я буду там? Ну, и все же хиття. Я прозорая. Мне сразу все приобретается. Он все бачит. И я не знаю, что она. Правильно. Правильно. А еще Светочка с нами поедет венеция да поедем поедем венеции так ребята ставьте лайки присоединяйся уже потому что для спектакля Света вы можете потерпеть там совсем другое там вообще все другое это же для Света еще какой красивый конечно когда они говорят ой такая красивая утром на меня послалить мы увидели вас по сути мы увидели двух света, Паня, закатывай желание чтобы поедет в компетенту состоялось, чтобы все было у вас мы будем еще красивее да и чтобы война ознакомилась это только это самое тогда будут и поездки, это желание напишите кого смотрите вы что интересно посоветуете смотрите дальше наше видео подписывайтесь на наш канал и кто хочет с нами в Венецию имейте ввиду 29 марта мы выезжаем из Львова до этого мы едем поездом из Киева во Львов и едем на несколько дней в Венецию стоит это 164 евро ну плюс билеты еще на поезд то есть Киева едет нас собирается достаточно такая вот уже уже собралась компания очень интересных женщин не побоюсь не буду скромничать кроме нас Наташи действительно еще компания очень классная да так что телефончик Александра где можно забронировать тур оставим под этим видео ссылочку на тур тоже оставим под этим видео на наш канал я думаю что вы уже подписались поставили лайк не забыли ну поэтому ребята пока мира всем и добра пока пока пока